А мы продолжаем. Продолжается номинация «Авторское чтение», как я и обещала. И в номинации «Авторское чтение» у нас есть небольшой акцент. У нас здесь присутствует человек, который очень любит поэзию. Удивительный человек, но сам не поэт. И она так хотела участвовать в нашем фестивале, мы не смогли отказать. Надежда Танильченко. Просим вас. Вероника Тушнова «Сто часов счастья» Сто часов счастья. Разве этого мало? Я его, как песок золотой, намывала. Собирала любовно, неутомимо. По крупице, по капле, по искре, по блестке. Создавала его из тумана и дыма. Принимала в подарок от каждой звезды и березки. Сколько дней проводила за счастьем в погоне, на продрогшем перроне, гремящем в агоне. В час отлета его настигала на аэродроме. Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно, чтобы сердце не стыдилось на частям трудиться. Чтобы не было сердца лениво, спесиво. Чтоб за малую малость оно говорило спасибо. Сто часов счастья чистейшего, без обмана. Сто часов счастья. Разве этого мало? Роберт Прождественский «Необитаемые острова» Сняться усталым спортсменам рекорды, Сняться суровым поэтам слова, Сняться влюбленным в огромном городе необитаемые острова. Самые дальние, самые тайны, В ветру открытые с трех сторон, Необнаруженные, необитаемые, Принадлежащие тем, кто влюблен. Даже отличник очень старательный, Их не запомнится школьной скамьей, Ведь у влюбленных своя география, Ведь у влюбленных карты свои. Пусть для неверующих это в новинку, Только любовь предъявила права. Верьте, не сказка, Верьте, не выдумка необитаемые острова. Все здесь простое, все самое первое, Ровная, медленная река, Тонкие-тонкие, белые-белые, Длинные-длинные облака, Ветры, которым под небом не тесно, Птицы, поющие нараспев, Море, бессонное, словно сердце, Горы, уверенные в себе. Здесь водопады, литые, летящие, Мягкая трепетная трава. Только для любящих по-настоящему Эти великие острова. Двое на острове, Двое на острове, Двое и все, А над ними гроза. Двое и небо тысячеверстное, Двое и вечность, И звезды в глазах. Это непросто, Это непросто, Это сложнее любого сто крат. В городе, стекше на перекрестках, Желтым огнем светофоры горят, Меркнет оранжевый, Подблеск неона, Газ внутри клармы, Гудение прервало. Тушатся окна, Тушатся окна В необитаемых островах. Спасибо вам большое. Следующий участник номинации Авторское чтение Ирасимова Наталья. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я, конечно, пожелаю всем доброго времени И всем счастья. А уже прошу вам? Я пишу свои размышления, одевая их в форму одежды, стихов и прозы. Гусля. Голодный стаи он не нужен. Он был вожак, но тот, что нужен, для чутки мира от беды, Которые мы теперь вонены. Болезнь уходит далеко назад, красивый у нее фасад. Плетение кружек разгадать нам сложно, но это все-таки возможно. Прелестны звуки гуслей Сталина. Их просто так я не отдам забвенью нашей старины. Они уводят от войны, войны миров и дикой страсти. Добиться силой зверской власти. Играй, гусля, и песни пой, и души нам будет порой, Когда, устав от всех напастей, Мы, наконец, поймем, что счастье – жить в мире и в миру с собой. И эта дата нам послана тобой. Дело в том, что нам всем очень трудно принять реальность, Хотя мы не знаем, что у нас в данный момент, в данный мир является реальностью. И вот я написала такие строки, примятия. Глазами полными страдания Смотрело юное создание на мир. Не тот, что был ему родной, А тот, что стал ему чужой. Здесь чудище он увидел, И этот мир его обидел. Когтями острыми вонзясь, он душу рвал И, радостно смеясь, ее топтал. И крик невыплаканной боли Застыл, как в пуль воин Среди руин, оставшийся один. И наше юное создание, Забыв, что есть оно – роптание, Печально голову склонив И никого не обвинив, Смиренно душу стал лечить свою, Не требуя взамен твою. Но почему? Да потому, что мир он принял на его. Взаимоотношения. Всех нас волнует взаимоотношения, А человек живой. Последний желтый лист Он грустно так повес, Но грусть была его светла, Хотя и доля нелегка, А легкой станет лишь потом, Когда забудет о былом. Был и вспомнил он сейчас, Его увидев тот же час, Он подал медленно кружась, Со страхом так борясь, Но страх все больше поглощал его, И нет уж спасу от него. Но луч пробился сквозь листву, Ведь он услышал ту мольбу, Что с губ тихонько сорвалась, И бурью сердце отдалась. Волна любви луча накрылась, И, продолжая падать вниз, Испомнил, страха больше нет, И поцелуй послав, В ответ упал, И тихо зашуршал, Под наступивший На него ногой, А ведь он был Живым. Спасибо вам большое. И номинация «Авторское чтение» заканчивается. Валентина Горак, пожалуйста, Аплодисменты. Начинать программу «Почетный» и завершать тоже. Сначала о любви, о личном. Стиховарение называется «Начало». Он вошел, И смычок заиграл. И сердец, вырывая признание, Мир исчез, Мир куда-то пропал, Улетев в пустоту нераздания. Только руки, Как птицы львы, Обжигают И медленно губят. Только губы губам до кроли, Что-то в душах глубинное будет. И не там, И еще на краю, Но уже никакого спасения, Как и тем, Что в библейском раю За мгновенье До греха падения. А смычок все звенит, Извенит, Звуки рвутся, Любя и терзая. Они знали, Что он не простит. И, конечно, Изгонит из рая. Так и было. Они врили, Непрекаянно, Боса попыли, В водах времени, Как корабли. Мимо них столетия плыли, И безмолвие стыла земля, И огнем небеса Разверзались. Но любили, Хоть было нельзя, И любовью одной спасались. Музыкант смычок отложил, И вздохнув, Тишина опала, Она плакала, Он спешил. Впрочем, Это было начало. О жестоком времени, Основное свойство которого Исчезать, Исчезать, Исчезать. Стихотворение называется «Вороные кони». Эх, прошли годочки, Пробежали, Вас не удалось Остановить, Вороные кони Приустали, Начали головушку Клонить, Вороные кони Запросили Отпусти седок Нас на покой. Мы тебя, родивый наш, Носили, Да сносились сами Под тобой. Что ж, в иконе, Слуги нерадивы, Забросить Наролите седока. Я ли не расчесывал Вангрии, Я ли не поил У бивака, И не я ли В бока Ванзая шпоры Воспускал То рысью, То вголоп И надвинув На глазах Шпоры. Лыгал, Что мир светел И широк, Что бежит, Бежит, Бежит дорога Под копыта лентой Выйется путь. Эй, Залетная, Давай, Еще немного, Да еще, Еще, Еще чуть-чуть. Эх, Прошли годочки, Пробежали, Да не по дороге, Староной. Вороные кони, Что ж вы стали? Ну, Еще тряхнете, Стариной, Напою речки Вас водою, Шоро скину с глаз И помолчи, И дорогой светлой, Прямою, На закат багряный, Полетил. И пускай, Бежит, Бежит дорога, Под копыта лентой Вьется путь. Эй, Залетная, Давай, Еще немного, Да еще, Еще, Еще чуть-чуть. Аплодисменты. Об упущенных возможностях. Стихотворение называется «Да, я не успела». Да, я не успела, Да, я опоздала. А вам что задело, Что сделало мало? На сердце заныло, От боли рычало. Эх, можно бы было, Начать бы сначала, Уж и мне бы приспелось, Уж и я постаралась, Проснулась, оделась, Пораньше собралась, Не стала бояться, Что можно спокнуться, Скатиться, сорваться, Назад, не вернуться. Уж я бы успела, И не опоздала, И не пожалела, Что сделала мало. Ну и последняя весна, Весна за гном, А скажите, зачем? Ах, скажите, зачем? Мне опять не до сна. Не достала проблем, Наступила весна, Затуманилась свет, За собою зовет, Ну наделает бед, И по маю уйдет. Бросит он на произвол, И в июньской жаре, Ни июнь в укор пропадать видно мне. А зачем наступил Этот яблочный спас? Завонил, закружил, Погубил, а не спас. Ничего не, Ничего я не жду, Даже от сентября. На свою лебеду Полюбила, А зря Мне зимой Не даст сна. Ах, скажите, Зачем? Уж скорее бы весна Не достала проблем. Но это я написала совсем недавно, Поэтому не выучила. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Номинация «Авторское чтение» закончена. И мы переходим к следующей номинации. Она очень интересна, Она очень интересна тем, Что она аккумулирует Все, что есть в современной И классической поэзии. Номинация «Видеопоэзия». Внимание, пожалуйста, на экран. Короткая информация. Я много говорить не буду. Вам все расскажет Специалист с экрана. Родоначальником видеопоэзии Как жанра Считает итальянца Джанни Тотти, Который в начале 80-х Стал создавать Свою экспериментальную поэтронику Из кино, поэзии, экранных образов. В своих работах Он обращался к истории, политике, Мифологии, фольклору И устным традициям. Я, к сожалению, Профессиональный кинорежиссер. Поэтому мне всерьез Относиться к такому роду деятельности Крайне сложно. Поэтому в данном случае Судите сами. Среди наших кинорежиссеров Нашлись те, Кому видеопоэзии Показалось интересным. А киноклуб «Синифантом» Даже создал программу По разработке морфологии жанра. Небольшие фильмы На стихе современных поэтов Чаще называют клипами. Но легкий киножанр Взял равнение на серьезное искусство. Режиссеры на короткой дистанции Нашли возможность Для лингвистического маневра. Новый поэтический язык Нашел себе достойное Видеосопровождение. Сколько себя помню, Я все время влюблена Без просветов. Стихи Веры Павловой. Видео Натальи Бабинцевой. Главный герой Картунное сердце. Разбитие на девичье сердце. Из него вылезали Разные существа. В несколько строчек Вера Павлова Упаковала свои детские переживания И юношеский страх. Режиссер Натальи Бабинцева Ударила по слому Веселой картинкой. Обернула его в мультик. По сути это просто Видео тракторка. То есть как бы Читворение рассматривается В данном случае как сюжет. Вот. При нем пишется Сценарий отдельной Какой-то истории. Вот. И она снимается как Маленькое кино. Маленькое кино Длиной в 2-3 минуты. Видео любое. Документальное Игровое Анимационное. Экранные образы Возникают Из поэтического текста. И мыслимо ли это Над сумкой овощей Увидел я Поэта Совсем других Вещей. Здесь очень важно Судистине Кугран Когда он Твой сюжет Да И эти видеоряды Не поглощают текст Чтобы зритель его Слушал В 80-х Джоанни Тотти Вживлял стихи В киноколаджи Потом Американец Рихард Костелайн Разбавлял текст Голографии И компьютерной Инсталляции Оба художника Тянулись За абстрактными Фантазиями Но термин Видеопоэзия Возник только в 90-х Когда картинка Стала больше Похожа на Художественное кино Сегодня этот жанр Уже приравняли Короткую меметру Даже в межпрограмме Английского телевидения Поэтические ролики Крутят Как киноавангард У нас еще в 84-м Поэта-философ Константин Кедров Заявлял, что Русская поэзия Забуксовала на пушкинизме И попытался Вытолкнуть ее На мировой простор Своими силами Вот это Самопальное видео Хедрова Компьютер любви Пособие по Кедровской теории Она называется Инсайдал Хедров продемонстрировал Как найти поэту Не только своего читателя Но и зрителя Но грим Лицу Не всегда в лицу Не для всех Играет габой В 2002-м В Берлине Стартовал фестиваль Поэтического фильма Зепа В прошлом году Работу прислали Уже из 53 стран Россию Представлял Федор Кудряшов Это должен быть Синтез какой-то Между Смыслами Которые заложены В поэтическое произведение И каким-то Каким-то моим взглядом На эту поэзию Кудряшов снял Фильм Кукушка На стихи Максима Амелина Мне 30 лет В нем столкнул героя И время Мне 30 лет А кажется, что 300 Испытанного За десятерых Поэту Впавшему в кризис Режиссер Подобрал Видеометаппу А в финале Фильма Хроника Начала века Человек, прыгающий С эфиревой пашни Большой плюс Видеопоэзии Наталья Бабинцева Федор Кудряшов И Артем Рыбаков Уже 3 года Делают мини-фильмы Свою студию Назвали Кружок Квадрат И треугольник Прописали И в квартире У Натальи Рабочее место Режиссеров Такое же крошечное Как и их кино У меня Как у режиссера Выпускников ГИК Абсолютно Ну вот сейчас Насколько я ощущаю Нет возможности Заниматься Чем-то глобальным Большим кино Видеопоэзия Для меня Это возможность Сделать Нечто свое Пусть это будет Маленькое Но какое-то Такое Маленькое кино Это будет Трэш полный Вообще-то Раскадровки Не обязательно Обычный режиссер Строит план в голове Стихотворение Может быть любимым А может и просто Подвернуться под руку Главное Найти изобразительную ритму Прогнуть строчку Под кадром Рисуй мне пожалуйста Как страшно В тебя ночью Когда кашляю гордость Витребеть Тепоначье И лонье И рисуют Если так По-честному подходить То здесь конечно Поэзия должна быть главной Но в силу того Что мы все Так или иначе Кинематографисты И связанные с кино У нас конечно Чаще превалирует Вот Самовыражение В видео В визуальном Придумывание языка В визуальном Такой язык Ищут и сами Поэзи Андрей Родионов Главный идеолог Вхождения Поэзии В народ Но в таком Путешествии Он считает Что нужно правильно Отводить границу Наталья Бабинцева Границу стихотворения Родионова Вавилон 5 Нарушила Классиков Запустила в космос Вслед за ними Взлетел и сам Родионов Вавилон 5 Фантастическая станция Для безбарьерного Общения Здесь запросто Можно и с Пушкиным И с Лермонтовым Быть на дружеской ноге Такие истории Как глоток Свежего воздуха Во времена Кислородного голодания Большого кино Это была короткая информация Для тех Кто работает С видеопоэзией И у нас есть Несколько участников Номинации Видеопоэзия Я не буду Про них очень долго говорить Вы их видели В авторском чтении Литвярг Валентина Первая работа Литвярг Валентина Аплодисменты Пожалуйста Аплодисменты 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 Продолжение следует... 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 В тебе могу, ведь ты сама любовь, и зазвучала музыка во мне. Субтитры подогнал «Симон»